Здесь я хочу вспомнить очень интересную мысль замечательного мыслителя 20 века Раймона Арона. В своем дневнике, который я рекомендую прочесть всем, хотя это вот такая толстая книга, она переведена на русский язык, Раймон Арон, дневники. Раймон Арон – это француз, который прошел школу немецкой социологии и философии. Это выдающий совершенно мыслитель 20 века, хотя он Россию не любил, но нам и не нужно, чтобы нас кто-то вообще любил. И Раймон Арон написал следующее. Если бы Гитлер умер в 1938 году, то он вошел бы в историю Германии как более великий деятель, чем Бисмарк. Но тот режим, который создал Гитлер после 1938 года, переводит его в разряд военных преступников. Это позиция Раймона Арона. Но дело в том, что создать тот режим, который возник после 1938 года, Гитлеру помогли западные плутократии. Мюнхеном 38. То есть срыв заговора генералов позволил создать Гитлеру именно тот режим, который двинулся к войне. Дальше. Мюнхен подарил Гитлеру Чехословакию. Сначала первую, одну часть, но потом ясно совершенно было, что он заберет остальное. Есть еще одна вещь. Дело в том, что такое Мюнхен. Кто собрался? Италия, Франция, Великобритания и Германия, которые выводили Гитлера на Чехословакию, а дальше в сторону Советского Союза. По сути дела, в Мюнхене был создан антисоветский блок. Этакая протоната. И Сталин в 1939 году в августе сорвал. Вот он этот блок разрушил. Это то, что на Западе никак не могут простить Сталину. И поэтому говорят о пакте Риббентропа-Молотова. Хотя на самом деле Сталин сломал вот эту игру. Здесь нужно еще одну вещь, безусловно, сказать. 22-го, после того, как Гитлер прихватил значительную часть Европы, 22 июня 1941 года на Советский Союз напала не Германия, а напал Гитлеровский Евросоюз. В его армии были формирования Испании, Франции, Фландрии, Волонии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Финляндии, Италии, Албании, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии. Достаточно вспомнить, что когда советские войска штурмовали Берлин, то там Берлин, помимо немцев, защищали два батальона СС. Французский и латвийский. И еще одна вещь. Еще две страны сыграли очень большую роль, будучи формально нейтральными, но по сути они играли на стороне Германии. Это Швеция и Швейцария. Когда в 1943 году Мартин Борман решил создавать фундамент для послевоенного нацистского скрытого государства, С марта 1943 года по середину 1945 нацисты создали 700 транснациональных компаний, 238 в Швеции и 234 в Швейцарии. То есть эти страны тоже находились в орбите. То есть Третий Рейх был общезападным проектом, направленным против Советского Союза. Это был такой эксперимент. 14 марта 1939 года Гитлер вторгся в Чехословакию и Чехословакия прекратила свое существование. Что делает директор Центробанка Англии Монтегю Норман? Он отдает Гитлеру 6 миллионов, весь чехословатский золотой запас 6 миллионов фунтов стерлингов. Британцы могли бы не отдать эти средства Гитлеру, но они ему их отдали. То есть Гитлер взял Чехословакию и британцы тут же отдают ему золотой запас.